Всем привет дорогие друзья! Вы на канале IT-Doktor. Это канал для всех, кто хочет научиться веб-разработке. В предыдущем видео уроке мы установили плагин Emit и посмотрели некоторые из его возможностей. В этом уроке давайте рассмотрим поподробнее некоторые функции данного плагина. Открываем документацию к данному плагину. Ссылка на нее будет в описании под видео. Заходим в редактор Brackets. Открываем файл index.html. Либо же создаем его. Давайте посмотрим. Первый оператор, который мы можем использовать в плагине Emit, вот такая вот стрелочка. Зачем она нужна? Мы можем ввести несколько тегов. Нажимаем клавишу Tab после завершения набора. И у нас появляется тег nav, внутри него тег ul и внутри тега ul тег li. Следующий оператор это плюс. Он нужен нам для того, чтобы создать несколько тегов на одном уровне. А не внутри друг друга. Следующий оператор позволяет нам выйти на уровень выше по иерархии. То есть мы создаем тег span и em внутри тега p, а тег block quod создается на таком же уровне, как и тег p. Заметьте, это сокращение bq, в итоге у нас получается тег block quod. Группировка. Мы можем использовать оператор скобки, если у нас используются какие-то действия, например умножение. К примеру, введем код. li умножить на 2, это означает, что мы создадим 2 тега li. И внутри каждого будет тег a. Тег footer будет на таком же уровне, как и тег header. А внутри него будет тег p. И вот мы видим, тег div внутри тег header и тег footer. В свое время внутри тега header ul 2 li и 2 ссылки внутри. А в теге footer 1 тег p. Умножение. Чтобы создать несколько тегов, мы можем умножить их на нужное нам количество. Мы создадим тег ul, внутри которого будет 5 элементов li. Результат мы видим. Доллар. Мы создадим тег ul, внутри которого 5 элементов li. и с классом sample. И вместо доллара у нас подставится в каждый раз определенное число, начиная с 1 и заканчивая 5. Создается класс sample1, sample2, sample3, sample4 и sample5. Еще очень важные элементы. Это решетка. Если мы напишем класс A, решетка, header, мы создадим тег A с идентификатором header. Точно так же мы можем использовать для создания класса. Точка title создает div с классом title. А какой-то тег .title создает данный тег с таким классом. Также мы можем это комбинировать. Форм решетка search.white создает класс форм с идентификатором search и классом white. И автоматически прописывает атрибуты action и закрывающий тег. Также можно указывать несколько классов через точку. И они правильно создаются у нас через пробел. Фигурные скобки могут использовать для того, чтобы указать текст внутри тега. Мы видим создается тег A и внутри текст. Также есть тег квадратные скобки для того, чтобы прописать какие-то атрибуты. Например, href для тега A. Мы можем задать ссылку. И в фигурных скобках указать текст. Результат вы видите. Также плагин Emet открывает нам массу сокращений для языка гипертекстовой разметки и CSS. Также вы сами сможете ознакомиться в данной документации с множеством сокращений, которые значительно ускорят вашу работу благодаря данному плагину. И мы уже рассматривали в предыдущих уроках. Восклицательный знак плюс клавиша TAB создает нам базовый шаблон HTML5 документа. Также здесь есть сокращения для документа 4 типа, но они уже не используются. Надеюсь, это видео было вам полезно. Обязательно рекомендую вам поэкспериментировать с быстрым набором тегов, скачать документацию и ознакомиться с ней более подробно, так как мы будем использовать плагин Emet очень интенсивно в дальнейших наших занятиях. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Пишите в комментарии ваши пожелания, а также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. И нажимайте на колокольчик, для того, чтобы узнавать о новых видео сразу после их появления. Вся информация, ссылки на сайты и полезные ресурсы будет в описании под видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!